Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Продолжаем мы следить за ситуацией, которая складывается на рынке. Сегодня мы, я надеюсь, с собранными силами, с прекрасным настроением, потому что прошлая неделя явно оказалась нам на руку, потому что мы получили еще больше причин, и, как следствие, нормальную логичную реакцию нефти. Нефть еще сильнее просела, оказалась ниже поддержкой 50 долларов за баррель. Мы, наконец-таки, перешагнули через пропасть негатива, который касался американского доллара, и по факту состоявшегося выступления Джеймса Комми в Сенате убедились в том, что он не стал провоцировать чрезмерно еще больше негатив и, собственно, не поддержал возможности отторговывания идеи обвинений в адрес Трампа, что он оказывал на него давление в ту пору, когда ему еще приходилось занимать должность главы ФБР. Плюс ко всему, мы с вами перешагнули через парламентские выборы в Англии, и первоначальная реакция, друзья, вы сами все прекрасно видели, фунт серьезно просел. Это как раз в соответствии с теми ожиданиями, которых мы с вами придерживались. Это да, еще не те уровни, которые мы хотели бы увидеть, это еще не те ценовые значения, чтобы мы могли перекрыть тот минус, который из-за того же самого британца вынужденно получили в начале этого года. Лично я оступился трижды и надеюсь, что сейчас фунт просто обязан просесть еще ниже, чтобы поуважить преданных продавцов, к которым отношусь лично я, и я думаю, что многие из вас разделяют аналогичную позицию. По рынку нефти, безусловно, мы сейчас поговорим, продолжим обсуждать и анализировать новостной фонд по этому активу. Как и всегда, у нас новостей много, очень интересный фундамент. Этот фундамент в целом не меняется. Он сохраняет лидерскую позицию «Медведей», что позволяет нам не отказываться от нашей с вами прежней цели, а амбициозной. Хотя сейчас, учитывая то, что котировки нефти уже находятся практически рядом с отметкой в 48 долларов за пароль, эта цель уже не выглядит такой амбициозной. 45 – это легко, мы доберемся до этой планки, тем более, что начали спускаться с уровней гораздо выше текущих значений. Пробили заветную поддержку в 50-е, не отказываясь, опять же, от нашего сценария, даже тогда, когда рынок сам пытался нас убедить, переубедить в том, что ситуация больше, а с блага к покупкам, мы все равно уже железобетонно смирились с идеей того, что какие бы усилия сейчас не были предприняты в соответствии с действующим энергетическим пактом, этого будет недостаточно, чтобы решить проблему с перенасыщением рынка. А значит, нет ни малейшего основания, чтобы средне-долгосрочно пересматривать свои заряды и ставить, к примеру, на покупку нефти. Вот как раз, если вы разделите такую позицию и все-таки, вопреки текущему фундаменту, решите, что 9 месяцев будет достаточно, чтобы сбалансировать рынок, это может принести очень солидный упыток. Поэтому моя задача, конечно же, не перебеждать вас в том, что делаете вы все правильно или неправильно, потому что в целом, насколько бы мы не были старательны в оценке фундамента, никто до конца не может знать, куда пойдет инструмент. Но наш анализ позволяет все-таки с большей рассудительностью подходить к тем трендам, которые присутствуют, и стараться с большей, скажем, аргументированной позицией понять и определить, что с тем или иным инструментом может быть дальше. Ну и, конечно же, друзья, на этой неделе ни в коем случае не нужно расслабляться, потому что у нас в эту среду заседание американского регулятора, который, интересно, вы знаете, чем? То, что американский регулятор ФРС, Международная Азерная Система, пойдет на повышение процентной ставки. Вероятности можно говорить о 100%, то, что именно такое решение и будет принято. Как на данное решение отреагирует доллар? Ну, все-таки лучше надеяться на то, что доллар вырастет, потому что американская валюта вынужденно работала с новостным фоном, который провоцировал трейдеров на уход в защиту, и никак доллар не мог выкарабкаться. Ну, за исключением последних нескольких торговых сессий прошлой недели. Но текущее значение не явно настраивает нас против доллара. Доллар не вошел в состояние перекупленности. Значения по паре доллара японская иена очень скромные, очень маленькие, ну, по ценовой конъюнтуре. И, конечно же, американец достоин, чтобы котироваться гораздо выше. Будем искать поддержку в текущем фундаменте. До заседания ФРС у нас несколько важных отчетов. Инфляция, розница тоже по штатам. У нас на этой неделе еще данные по индексу потребительских цен еврозоны. И в четверг, супер четверг, собственно, как и в прошлый раз, если на прошлой неделе мы с вами анализировали и наблюдали за парламентскими выборами в Англии, в этот четверг также Англия и фунт в центре внимания, потому что целая куча отчетов, друзья, на которые мы сейчас должны обратить внимание, особенно в свете последних данных отсутствия единства в парламенте, что может стать причиной еще более жесткого переговора по Брэкзиту и еще более высокой неопределенности. Возможно, что следствием ухудшения такого новостного фона может стать действия, которые будут предприниматься монетарными властями для стимулирования национальной экономики. Как стимулировать ее? Ну, это извечные инструменты, которые работают всегда и везде, ну, по крайней мере, на работу которых и на эффективность которых рассчитывают сами монетарные власти. Это снижение процентных ставок, это более расширенный ассортимент выкупаемых облигаций через действующие программы количественного смягчения. В целом, это те самые инструменты, которые создают давление на национальную валюту. Ладно, давайте с прелюдией закончим, перейдем непосредственно к точному такому локальному анализу. Сейчас, учитывая все-таки не совсем обычный для российских реалий день, я думаю, что большинство участников рынка имеет отношение к России, особенно те, кто сейчас смотрит меня в прямом эфире. Поэтому не буду томить, затягивать. Вкратце пробежимся по основным макроэкономическим событиям, которые грядут. Еще раз обозначим ориентиры по большинству инвестиционных идей. Ну, а те, кто ищет больше информации, нуждаются в том, чтобы еще раз, окладом, скажем, пробежаться по всему спектру инструментов, на которые мы делаем акцент. Я вас приглашаю, друзья, сегодня на вебинар, который состоится в 16.30 по московскому времени, наш традиционный правильный понедельник, где об течение 45 часа мы будем говорить о том, что происходит на финансовых рынках. Нефть. Клосс заключительной сессии прошлой недели 48.22. Сейчас можно говорить, что активно о том же самом значении. 48.42. Новостной фон в прошлой неделе был крайне насыщен, но в целом мы видели, что медведи реально прессинговали. Медведи доминировали на рынке, медведи не просто демонстрировали уверенную попытку, чтобы затащить актив ниже, они 50 долларов за баррель сделали это. И причин было несколько. Самое главное, это, вы знаете, действия арабской коалиции, которые, собственно, разорвали дипломатические связи с Катаром. Это была такая взрывная новость. Ее тут же стали анализировать с разных сторон. Но пришли к выводу сначала, что Катар, как регион, участник ОПЕК, может стать причиной для риска реализации соглашения энергетического пакта. Мы этим фоном были довольны, поскольку это в соответствии с нашими ожиданиями, ну, то есть фундамент, который провоцирует ослабление нефти. И, собственно, слабость рынка черного золота мы и наблюдали. И, на самом деле, сейчас уже не имеет значения то, что потом все-таки этот фонд проанализировали с большим размахом, может быть, более детально, и осознание того, что на Катар приходится скромная доля по всем усилиям ОПЕК, всего лишь 30 тысяч баррель по коллекции, это все равно не имеет уже никакого значения. Ситуация становится неопределенной, и важно то, что остается неопределенной. То, что любой новостной фонд сейчас, друзья, все равно подтягивают к энергетическому факту. То есть, если касается Ближнего Востока, если касается статистики по Штатам, релизы, макроэкономические отсчеты, все равно их анализируют через призму влияния на рынок, опять же, через глобальное соглашение, которое было достигнуто и продлено на 9 месяцев до марта 2018 года, странами ОПЕК и еще целой кучей, собственно, регионов, посчитавших, что эта инициатива необходима для того, чтобы попробовать ребалансировать рынок. У нас из заключительных отчетов прошлой недели, заключительных сессий, Бекер-Хью, статистика по количеству нитинных терминалов, собственно, мы с вами рассчитывали на то, что вслед за юбилейной 20-й недели у нас будет 21-я, неизменная по динамике, того, что количество терминалов вырастет. И наши ожидания были оправданы, потому что мы сейчас уже констатируем рост на 8 штук с 733 до 741 нефтяной платформы и терминала Буровых. Значит, можем смело рассчитывать на то, что в Штатах будут по-прежнему очень высокие объемы по приросту темпом добычи нефти. Это основной, наверное, сейчас макроэкономический фон, это основной медвежий сигнал для всего рынка черного золота. И вот на форуме, кстати, о макетсе и в комментариях я видел то, что почему Штаты на самом деле сейчас представляют такую серьезную угрозу. Вроде бы как говорим про скромные значения прироста в рамках недели. Ну да, видим то, что растет и количество нитинных терминалов, станций. Но как это сказывается на глобальной картине? Ну, здесь, друзья, я хочу просто подытожить всю статистику, которую мы с вами анализировали. И в целом сказать, что с начала 2017 года, то есть получается за пять месяцев, скажем так, июнь еще не будем брать в расчет, объемы добычи нефти в Штатах выросли на 600 тысяч баррелей в сутки. Много это или мало? Конечно же много, учитывая то, что сам ближневосточный картель в рамках аналитического пакта принял совместное решение ограничить добычу на 1,8 миллиона баррелей. И учитывая то, что квоты хоть и соблюдаются, но само соглашение реализовано не на 100%, а кто-то говорит, что нету даже 70% в целом. Можем сказать то, что рост добычи в Штатах на 600 тысяч баррелей в сутки, это как раз усилие одного лишь региона, Штатов, которое покрывает эффективность сделки, нейтрализует практически на 40%. Если мы вспомним опять же про ожидания, которые присутствуют по Штатам, то что объемы добычи продолжат расти, я напоминаю вам снова о прогнозе Райстер Энерджи, энергетической компании, где аналитики пришли к выводу, что еще до 31 декабря 2017 года мы с вами увидим планку в 10 миллионов баррелей. Сейчас уровень добычи 9,4, то есть в целом мы можем рассчитывать на то, что потенциально есть еще запас прочности через задействование производственной мощности, рассчитывать на то, что Штаты выйдут на эту планку, прибавят к текущему объему добычи еще примерно 500-600 тысяч баррелей в сутки и окончательно поставят крест на всех усилиях ОПЕК и других 11 регионов, которые поддержали это соглашение. Друзья, если это произойдет действительно до конца этого года, я уверяю вас, мы будем наблюдать за котировками нефти ниже 40 долларов за баррель. И уже смиримся с тем фактом, что это новая реальность для всего рынка черного золота. И никаких циклов супервысоких цен на нефть уже не будет. Я думаю, что мы сейчас уже являемся свидетелями, как решится новая история. Штаты снова доминируют в плане идеи для того, почему мне это нужно продавать. Поэтому я лишь надеюсь, что вы разделяете, может быть, не во всем, но хотя бы в чем-то мою позицию. Может быть, вы владеете больше информацией. Может быть, вы анализируете больше статистики, чем я. Но все равно вы согласны с тем, что рынок снижается. Не просто так. Это не попытка медведей посопротивляться, а потом все равно медведи держит силу. Это формирование долгосрочного нисходящего тренда. И мы возвращаемся постепенно к той ситуации, которую наблюдали несколько лет назад, когда те же самые Соединенные Штаты Америки и опрокинули весь рынок нефти за счет сланцевого бума и зашкаливающих показателей по добыче. Рубль 57. Соответственно, мы ждали эту планку после того, как поддержка 50 долларов за пароль пойдет. 57 – это скромное значение. Мы понимаем, что сейчас каждый доллар, который удастся медведям отвоевать у рынка черного золота по бренду, будет конвертироваться в такой же рубль-девальвации для пары доллар-рубль. Поэтому наша с вами цель, как и раньше, 58-59. Оказались выше 57. Давайте шагать дальше. Доллар японская иена. Котировки на текущий момент 110-30. То, что мы в четверг от Джеймса Коми не услышали никаких неправильных, мне кажется, комментариев о Джеймс Коми, в принципе, так же, как и Задин до четверга сообщил, что его доклад, может быть, и будет интересен, но не создает никакой угрозы для текущего положения трапа. Все действительно так и прошло. Коми не подтвердил факт, оказывал на него давление. Коми не сделал никаких, скажем, заявлений, которые касаются и которые могли бы подтвердить присутствие российского следа в американской президентской гонке, которая состоялась в прошлом году. У нас не было каких-то разочаровывающих макроэкономических отчетов по Штатам. И мы, наконец-таки, смогли закрыть пока что, ну, может быть, я не буду, опять же, каркать сейчас, закрыть надолго вот эту страницу с рисками геополитического толка, характера, который становится причиной распродажа доллара и повышенного спроса на защиту инструмента. Но пока давайте не будем о них голубарить. То есть, сфокусируемся на том, что у нас впереди подсчетом, сфокусируемся на том, что Банк Японии также будет заседать на этой неделе. Но я уверен, что все без исключений. Единственное, что я также не сомневаюсь, что мы услышим комментарии о цельсообразности сохранения текущих экономических стимулов. Если же ФРС не просто поднимет процентную ставку, а еще раз докажет, подтвердит и укажет всем то, что американский регулятор находится на пути и на траектории более жесткой монетарной политики, то есть, вслед за этим решением мы будем готовиться к следующему заседанию и уже тоже настраиваться на повышение процентной ставки, как минимум еще два до конца этого года. Тогда по доллару и японской иене мы можем реально перейти к траектории роста. И я надеюсь, что это восстановление уже пошло. Поэтому тем, кому интересно торговля парой доллара и японской иеной, я рекомендую уже занимать средние долгосрочные позиции на паре. Фунт против доллара. Здесь уже по итогам можно говорить. Никакие предварительные опросы, а уже четкая позиция. Парламент Англии находится в подвешенном состоянии. Это, надеюсь, вы уже все усвоили. Это причина основного негатива, который я отправил против доллара фунт к 7-месячному минимуму. Что значит подверженное состояние? Это значит то, что ни у одной партии, ни у консерваторов, ни у лейбористов нету большинства. Соответственно, возвращаясь к идее того, чем это чревато для экономики, у Терезы Мэй нет поддержки в парламенте. Парламент остался без выраженного лидера. Процесс переговоров будет еще более жестким. И, возможно, то, что сейчас уже как следствие в парламенте, это может помешать заключению более выгодных торговых соглашений со странами еврогруппы. Между прочим, после того, как стало очевидно, что консерваторы не набрали, не получили голосов нужного количества для формирования простого большинства, на рынке даже появилась идея о том, что Тереза Мэй может подать в отставку, потому что она рассчитывала действительно получить большинство, как в каждый раз. Но Тереза Мэй подтвердила то, что в отставку она не собирается. Напротив, она будет, как и раньше, отстаивать интересы английского населения, избирателей, собственно, своего электората, и будет выступать за то, чтобы в процессе переговоров с Брюсселем выторговать самые максимально комфортные, лучшие условия для автономной Англии. Англия, которая теперь будет развиваться по собственному экономическому вектору. На текущий момент, друзья, еще политическая ситуация в Англии, она на самом деле продолжит быть интересной. Я думаю, что если вы сейчас решите не обращать внимания на статистику, а продолжите торговать результатами вот этих парламентских выборов, то есть негатив закладывать возможность еще большего снижения британцев, вы будете правы. Потому что если даже кто-то вам скажет, что если консерваторы не одержали победу, а, соответственно, лейбористы получили больше голосов, чем могли, это какой-то позитив для английской экономики. Это на самом деле не так. Даже если развить вот эту политическую тему дальше и допустить то, что лейбористы получили больше голосов, может быть, даже лейбористы патендовали на возможность формирования простого большинства, это было бы еще хуже для английской экономики, потому что лейбористы это та самая партия, которая ратует за стимулирование экономики посредством более жестких фискальных мер и более высоких налогов. Я думаю, что, опять же, это было бы даже еще большим негативом для английской экономики и для британца. Поэтому сейчас не нужно развивать тему в плане того, что кто-то получил больше голосов, кто-то меньше. Нужно просто смириться с фактом того, что парламент без выраженной лидирующей партии, парламент в подвешенном состоянии, и это явный негатив, который стал следствием перед началом затяжных переговоров по Брэкзиту. Я хочу напомнить вам, даже не напомнить, я об этом еще не говорил, я отмечал то, что многие инвестиционные банки придерживаются скромных целей по фунту после того, как были объявлены итоги выборов в Англии, пересмотрели свои прогнозы на ближайшие полгода по паре фунтов, отметив то, что этот дуэт активов может просить в район 1,20. Сейчас котировки, друзья, 1,2752. Ну, если присоединиться к этой сделке, здесь потенциал профита больше 700 пунктов, я думаю, что за эту цель стоит побороться. Лично я нахожусь в короткой позиции, как я рекомендовал вам продавать еще до того, как состоялись эти парламентские выборы. Надеюсь, что многие из вас прислушались к моей позиции. Если кого-то все-таки интересует статистика, то на этой неделе ее будет очень много. Супер четверг, заседание Банк Англии, ставка, объем в оккупативах, протоколы, решения по тому, что может произойти с монетарных политик. Я уверен, что все будет без изменений. А вот то, что картина фундаментальная продолжает ухудшаться, так это точно. Вот пятничный отчет по промышленному производству в годовом выражении, оно, друзья, просело на минус на целых восемь десяток процента с прошлого роста на 1,4. То есть готовимся к еще более слабым показателям по экономическому восстановлению, хотя и прошлые были довольно оскромными. Все сейчас против пункта, не нужно искать поводов и аргументов, чтобы прикупить этот актив, особенно там, где их нет. Я советую сейчас действовать в рамках формирующегося нисходящего тренда и рассчитывать на то, что мы как минимум доберемся до поддержки 1,25. Европейская валюта против доллара. Здесь у меня есть интересная тема, связанная с возможным референдумом Каталонии, то есть получается северо-востока Испании. Действительно, возможно, он состоится уже в октябре этого года, то есть цикл именно развала Европейского Союза продолжается. Кому интересна эта тема, давайте я вам расскажу подробнее о ней на сегодняшнем вебинаре, правильный понедельник, который состоится в 16.30. Ну а в целом, для тех, кто торгует европейской валютой, здесь также на прошлой неделе был еще раз обозначен актуальный контраст политики ЦПФРС, потому что Европейский Центральный Банк в ходе своего заседания еще раз подчеркнул то, что не собирается выходить из текущих стимулов и, напротив, при ухудшении макроэкономической конъюнктуры и снизить процентную ставку и расширит ассортимент покупаемых облигаций, то есть расширит объемы программы количественного смягчения. Мягкая политика сохраняется, риторика еще мягче и ЦП, да и плюс ко всему мы готовимся к среде, когда ФРС поднимет процентную ставку и еще сильнее увеличит спред доходности между немецкими облигациями и американскими трейдерсами. Это также негативный сигнал для евро. То есть здесь уже краткосрочные взгляды могут даже больше претендовать на то, чтобы занимать АСЛ. Но краткосрок сейчас я не решусь вам дать какую-то рекомендацию. По долгосроку все остается без изменений, друзья. Мы неизменно идем в район поддержки 1.10 и я думаю, что окажемся в ближайших квартах уже рядом с этим значением и даже еще ниже. Доллар канадец. Здесь данные по рынку труда пятницы. Статистика в целом оказалась неплохой, она поддержала канадца. И это снова стало причиной того, что пара USDCAD оказалась ниже отметки 1.35. Хотя в пятницу мы видели в восстановлении нефти непонятно еще, что повлияло больше на канадца. Сильная статистика либо все-таки позитивная динамика на рынке черного золота. Я думаю, что второй сценарий и второй повод был более серьезным. Поскольку по нефти я дал рекомендацию сохранить короткую позицию, значит по USDCAD, как и раньше, ставим на бай и откат в район 1.34.50 это еще одна возможность для тех, кто еще не прикупил пару, сделать это. Потому что мы точно пойдем на отметку 1.37-1.38. Друзья, на этом собственно все. Хорошей вам торговой недели. Не забывайте о том, что я, как всегда, буду снабжать вас информацией каждое утро в прямом эфире через поископ к 9.30 по московскому времени. Те, кто не может присутствовать в прямом эфире, запись на канале на YouTube доступна буквально через полчаса после этого. Не стесняйтесь, оставляйте ваши комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы, делитесь своим видением, своим мнением. Это важно. Давайте совместными усилиями расширять наш всеобщий такой тотальный округозор и трейдерское сообщество. Очень надеюсь на то, что вы поддержите мою такую инициативу и, собственно, будете проявлять большую активность как на форуме, так и на канале на YouTube. Ну, не забывайте, конечно же, ставить большие пальцы, лайки, за которые отдельно. А тем, кто это делает, большое спасибо. Всего доброго. До завтра.